Привет всем! Вот такой вот велопарк. Сегодня чиним самокат. Поэтому подписывайтесь на канал и продолжайте смотреть это видео. Перед вами хорошо известная и распространенная конструкция самоката. Как видите, в последний раз дети покатались так, что колесо правое отвалилось от самоката. Причиной этого стало то, что рассыпался один из подшипников, на котором установлено это колесо. Посмотрите поближе на то, что осталось от подшипника. Это половина сепаратора, защитные шайбы, удерживающие смазку, и внутреннее кольцо. В результате поломки были утеряны наружное кольцо и шарики. Но в принципе они нам больше не пригодятся, потому что подшипник подлежит замене. Между двух подшипников установлен еще один элемент, о котором я расскажу чуть позже. Итак, приступим к разборке. Для этого нам понадобится шестигранник на 5. Отворачиваем винт крепления подшипников против часовой стрелки. Винт идет очень легко, поэтому достаточно стронуть его с места, а дальше в принципе можно отворачивать и рукой. Те, кому интересно, могут на канале найти видео о резьбовых соединениях. Оставляю подсказку и ссылку в описании к этому видео. Винт выкручен, теперь разбираем разломанный подшипник. Это внутреннее кольцо. Как вы видите, работенка не из чистых. Не бойтесь запачкаться, эта смазка отмывается обычным мылом. Дальше смотрим на изношенный сепаратор и отогнутое защитное кольцо для удержания смазки. Вот интересная деталь, к которой прилипла вторая шайба для удержания смазки подшипника. Ну а на этой детали можно видеть продольные полоски, налипшей грязи, скорее всего вместе со стружкой. Это деталь генератора, который вырабатывает электричество для того, чтобы светились светодиоды в колесе. Ну а это второй подшипник. Ну и осталось достать саму ось, на которой все это установлено. Для извлечения оси необходимо проявить некоторую смекалку, направить эту ось в нужное место конструкции и извлечь ее из отверстия. Теперь осталось годные детали почистить от грязи. Для замены подшипников купить новое и собрать в обратной последовательности. В таком самокате применены подшипники 608ZZ. Маркировка указана на шайбе, удерживающей смазку внутри подшипника. В соответствии с маркировкой размеры подшипника следующие. Внутренний диаметр 8 мм, наружный 22 мм, ширина 7 мм. Вот перед вами все разобранные детали. Две шайбы, удерживающие смазку. Это подшипник с точно такими же шайбами, но еще целыми. На шайбе, как вы видите, есть маркировка. Можно увидеть маркировку подшипника 608ZZ и маркировку ABEC 5. Еще в набор деталей входит втулка с установленными магнитами для генерации электроэнергии. Ось, на которой установлены все детали. И винт, которым все это стягивается. И обратите внимание на синий герметик, который предназначен для фиксации винта, чтобы он не выкрусился. Итак, я купил два подшипника для замены. Кому будет эта информация интересна и полезна, купил я их в Минске, в ЦУМе, в отделе, где продаются такие самокаты. Подшипники слегка отличаются от тех, которые были установлены в самокате. На них имеется маркировка 608RS, которая обозначает, что кольца для удержания смазки сделаны из резиноподобного материала. А также имеется маркировка ABEC 7. Она обозначает, что подшипник более высокой точности, чем тот, который был установлен до этого, с маркировкой ABEC 5. Более высокая точность позволяет держать большую нагрузку, большие скорости обеспечивать и создавать меньше шума. Но при этом требования к условиям эксплуатации более жесткие. То есть эти подшипники боятся грязи, песка и дождя. Итак, распаковываем подшипники. Все лишнее, что вам не понадобится, откладываем в сторонку. И начинаем сборку узла колеса самоката. Теперь берем самокат и начинаем сборку. Первой устанавливаем ось. В принципе, со сборкой не должно возникнуть затруднений. Все детали устанавливаются легко. И вот ось установлена. Сейчас я поднесу поближе к камере рычаг с осью, чтобы вы могли видеть, как она установлена. Далее на ось устанавливаются подшипники и втулка с магнитами. Посадка под подшипники и втулку на оси свободная. Сейчас я установлю второй подшипник и покажу, как это все будет выглядеть после сборки. Но не стоит забывать, что крайний подшипник удерживает колесо от перемещения наружу. И поэтому его необходимо снять перед установкой колеса. Следите за подсказками и ссылками в описании, которые я размещу здесь после того, как сниму видео про подшипники. О их маркировке, размерах и предназначении. Сейчас необходимо убрать винт и наружный подшипник. Затем свободно установить колесо. Посадка по наружному диаметру подшипника тоже свободная. На поверхности отверстия колеса можно видеть полюса генератора, который вырабатывает ток для того, чтобы светились светодиоды. Выглядят они в виде поочередно расположенных металлических элементов в треугольной форме. При очередном прохождении этих элементов через магниты, расположенные на магнитной втулке, вырабатывается электрический ток и светодиоды светятся. Устанавливаем колесо. Следом за ним устанавливаем наружный подшипник. И затягиваем все это винтом. Напоминаю, что при затяжке винта необходимо использовать шестигранник на 5. В условиях отсутствия специального герметика я решил поэкспериментировать и затягивать винт без дополнительного стопорения. А пока я буду затягивать винт, вы можете в комментариях поделиться своим опытом ремонта подобных самокатов. А если это видео помогло вам отремонтировать самокат, то тоже можете оставить пару слов благодарности в комментарии. После того, как винт затянут, пришло время проверить работу колеса. От руки прокручиваем колесо и проверяем, чтобы светодиоды светились. Я надеюсь, это видео было вам полезным и вы еще не раз вернетесь на канал Инженер. А чтобы это сделать было легко, вам необходимо всего лишь нажать кнопку подписаться. А чтобы к вам приходили уведомления о новых видео на канале Инженер, нажмите на колокольчик. И продолжайте смотреть канал Инженер.